Новый год это особое время, когда каждый ждет чудо, добрых слов и подарков. Накануне главного зимнего праздника в городском Доме культуры состоялась премьера сказки «Волшебный сон мышонка». Затем юные зрители вместе со сказочными героями пустились в пляс вокруг красавицы елки. Репортаж Дарьи Самородовой. Новый год это время волшебства, когда всем детям хочется оказаться в сказке. Для сотрудников городского Дома культуры желание маленьких зрителей – закон. Затаив дыхание, мальчишки и девчонки следят за новогодней интригой, которая разворачивается на сцене. Много лет Баба-Яга обещает Водиному показать зимний лес и чудеса Нового года. Но для этого нужно обмануть всех. Они решают усыпить Деда Мороза и украсть его волшебный мешок с подарками. Успит и видит волшебные сны. И что дальше? А дальше будем искать мешок. Какой мешок? Мешок Деда Мороза. Все, заберем себе и устроим свой собственный Новый год. А после моего мухоморного будет зимать еще очень долго. Новый год уже на грани срыва. А тут еще и лиса с волком охотятся на мышонка и сурка. Они их поджидают у норки. Тем временем мышонок со своим другом едят конфеты и загадывают желание стать большими. И чудеса случаются. Вокруг зверей все становится маленьким. Хорошо быть вместе нам! Хорошо быть вместе нам! Нам конфеты принесла добрая снегурка. Пусть блестящей и пушистой будет наша шкурка. Если страшный зверь пледет. И бабка-ежка. Мы готовы дать отпор. Хоть и страшно нам немножко. Хоть и страшно нам немножко. Режиссер Елена Шадрина в постановке играет баба-югу. По сценарию ее задача была играть злую проказницу. Вообще вся новогодняя сказка наполнена чудесами, неожиданностями и верой в волшебство. Что добро обязательно побеждает зло. Ну а все чудеса случаются с главным символом 2020 года. Где год? Год крысы. И мышонок как бы и навеяло. Что могло произойти в лесу с мышонком, когда он вдруг заснул, как будто бы. И вдруг ему приснились такие незабываемые какие-то чудеса. Но мы до сих пор, мы все равно не знаем, приснилось ли это ему. Или это все-таки с ним на самом деле произошло. На сцене поиски мешка Деда Мороза длятся недолго. Вопреки всему, Новый год придет вовремя. Ну а добрые герои сказки простят хищников. Баба-югу и Водянова и позовут вместе встречать самый долгожданный праздник в году. Новый год! Это елка и подарки под ней. Новый год! Это снег самых верных друзей. Там, где Новый, Новый, Новый год, ярче звезд салюты. Там, где Новый, Новый, Новый год, там бегут минуты. Там, где Новый, Новый, Новый год, что нас ждет, не знаем. Там, где Новый, Новый, Новый год, счастья пожелаем. Она очень красивая и сказочная. Сказка была очень веселая, она мне очень понравилась. Мне понравилась больше игра актеров про папу-югу и Водянова. После просмотра сказки все действие перенеслось к зеленой красавице елке. Сказочные герои провели для детворы игры и конкурсы. Вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой дети произнесли главное заклинание Нового года – зажгли огни на елке. А еще дети рассказывали о своих ролях и костюмах, в которых пришли на праздник. Я роли королевы золотой. Новый год – один из самых любимых и долгожданных праздников детворы. Праздник, от которого ждут волшебства и подарков. Вот и следующий год обязательно будет незабываемый и добрый. На это надеются лобытнанские девчонки и мальчишки, которые ждут и верят в чудеса. Дарья Самородова, Дмитрий Свирид, Григорий Волков, Николай Снегир. Программа «Время местное». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...